всем привет вы на канале урал спидстранс мы с вадимом не знали решали как назвать эту машину то ли моечная то ли поливочная как ты лодку назовешь так она и поплывет вадим решил что это будет поливомоечная ну не вадим решил добрый день да не поздоровался сразу извините если у нас сегодня солнышко яркое в глаза поэтому может быть мы немножко щурится будем не обращайте внимание вот но машина это официальное название это а цв то есть это автомобильная цистерна для перевозки воды вода техническая предназначена для технических нужд но в нашем случае это для поливания орошения вот и прочих необходимых уборочных и прочих подобных вещей маз 4318 колесная формула 6 на 6 на вездеходной резине емкость установлена на нее 10 кубических метров для перевозки и хранения тех воды щетка которая у нас предназначена для очистки мусора уборки дорог поддержание их проезжим чистом состоянии и рейки которые передняя и задняя передняя рейка на ней два распылителя с обеих сторон распылители они могут вот так вот имеют возможность поворачиваться остатки сливаются можно поднять вверх как бы обеспечивая большую площадь распыления ну или опустить вниз но в зависимости от назначения тоже от дорожных условий но и от задач по очистке стоит значит они эти форсунки боковые да они имеют скорны управления то есть вот можно допустим открыть с одной стороны с другой закрыть либо с одной закрыть с другой открыть либо открыть оба и таким образом работают обе форсунки обеспечиваю максимальную ширину распыления воды по площади проезжей части по площади но или дороге какой-то технологической применено такое изящно техническое решение то есть задняя задний противоподкатный брус он же является и рейкой полива моечной на которой сквозь проводится проходит труба подвод воды сквозь которая осуществляется то же самое два крана открыть закрыть можно система водоснабжения ну водослива вернее которая от бочки она как бы имеет общее наполнение но можно путем открытия кранов закрытия соответствующих да мало то что каждый форсунка индивидуально имеет кран есть общий кран который позволяет включить или отключить рейку вот он кран то есть можно открыть эту рейку можно закрыть закрываем заднюю рейку соответственно открываем переднюю поливаем спереди либо открывая закрываем переднюю открываем заднюю поливаем сзади ну и соответственно можем регулировать открытием форсунок передней и задней но это сливаются остатки мы тут немного проводили испытания этой емкости с поливальным оборудованием этот автомобиль гидрофицирован коробки передач установлен гидронасос положено по шасси гидролиния насосы свн-80 с приводом от гидромотора вот гидромотор вот насос то есть насос включение насоса из кабины то есть при необходимости но в зависимости от тех же задач можно поливать либо самотеком либо поливать при помощи этого самого насоса создавая давление соответственно ну и увеличивая площадь распыла воды вот так же в задней части получается у нас придут предусмотрен здесь разъем который при необходимости можно использовать либо присоединив рукав который у нас здесь находится в пеналах то есть просто поливать либо самотеком из емкости подавать воды для полива растений там или мойки каких-то объектов этой дорожной инфраструктуры либо также при желании опционально возможно оборудовать разъемным соединением для установки например вот таких как пожарные рукава таким образом обеспечивать подачу воды например к источникам возгорания то есть используют как бы как подобие пожарной машины автомобиль у нас оборудован задним тягово-сыпным устройством который позволяет прицепить прицеп допустим может тащить буксировать за собой емкость цистерну ну соответствующего объема ну который позволяет характеристики технические шасси то есть можно из цистерны подать рукавом соединить слив из цистерны подать на вход в цистерну автомобиля и таким образом обеспечивать подачу воды для полива ну и прочих нужд уже из прицепа цистерны заправку цистерна можно производить как через вот этот через вот этот входной патрубок так заправлять соответственно и слива через верхнюю горловину самотеком на надрамнике до передъемки состоит гидробак которая у нас обеспечивает работу всей этой гидравлической системы вот у нас здесь находятся органы управления это два гидрораспределителя и разделитель потока гидрораспределитель который обеспечивает работу гидронасоса гидрораспределители отвечают за работу щетки то есть он разделяет поток управляет четкой это подъем опускания щетки ну и соответственно вращение привод значит есть возможность ручного управления вот тут находится ручка специально то есть можно ручным управлением сейчас у нас сделан так что видите здесь элементы электрического управления и все вся эта система управляется из кабины чат попозже мы покажем элемент управления который у нас находится в кабине то есть щетка стоит фиксировано только в этом положении вот у нас стоит гидроцилиндр который позволяет опускать поднимать щетку но длиной длиной цепи но можно во первых переставлять опускать выше ниже гидроцилиндр он всегда на определенную величину шток выходит таким образом щетку можно поднять выше ниже но я говорю в зависимости опять от дорожных условий необходимости очистки вся система происходит от правления от ком шасси и в целом допустим поток регулируется исключительно выбором скорости на которой происходит движение автомобиля ну и величиной оборотов поленчатого вала двигателя то есть при больших оборотах щетка вращается быстрее при повышении оборотов щетка вращается соответственно быстрее и насос увеличивает давление выдачи жидкости через форсунки соответственно увеличивается распыл жидкости то есть путем зависимости от необходимости то есть допустим если ехать на пониженной передаче но при высоких оборотов то есть будет распыл быстрее вращение щетки будет больше вращением скорее быстрее ну и соответственно и полив будет больше и степень очистки будет лучше если при более на более высокой скорости то есть полив принес более низких оборотов соответственно полив распыление меньше евро и скорость вращения щетки также меньше подъем опускания щетки то есть вверх вниз положение фиксировано я уже сказал что она регулируется размером цепи длиной цепи вот подъем пускания щетки и вот на панели включение водяного насоса и вращение вращения щетки да вот по сути у нас вместе то есть включили ком включили органы управления зависимости необходимости либо насос вместе со щеткой либо одну щетку допустим с передними форсунками либо просто полив передние задние форсунки обеспыливания до каких-то технологических дорог гидрораспределитель он получается работа автоматическом режиме то есть если у нас используется только например насос то есть путь путем как бы повышение оборотов двигателя вся энергия потока она идет на насос и соответственно больше больше можем сделать давление полива ну вроде давления распыления соответственно если мы включаем щетку поток делится часть потока идет нам щетку насос на насос уже насос уже не выдает тех возможностей которые он может выдавать если щетку не включить подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии мы будем отвечать есть у нас еще одно направление северест сайт северест точка так что смотрите подписывайтесь всего доброго до новых встреч до свидания и и Продолжение следует...